всех приветствую на моем канале сам себе режиссер меня зовут ольга сегодня у нас какое число тоже 16 наверно 16 сентября вот уже сентябрь заканчивается сидела сидела я то состерну что где-то помою то с места на место переставлю вещички по дому так как-то я шлепала шлепала там думаю что же я сижу мне надо баклажан купить хочу такие баклажанчики сделать остренькие тоненько как-то их режется вот взяла у дедушки на рядышком на рынке домашний и перец его раздела где-то больше килограмма чуть-чуть получается у меня баклажаны на 500 рублей и перец на 155 рублей баклажаны 90 рублей килограмм а перец 150 это я все участника взяла у дедушки он за время торгует хороший перчик магазине не дешевле толстенький хорошенький и 3 головки чеснока у бабулечки взяла по 30 рублей головочка я когда еду всегда беру где-нибудь чеснок потому что потом кинешься и нигде не купишь вот но когда это я буду заниматься может быть завтра а то время это пятый час я еще не обедала вот как ты шкаф и штак прошла пешком туда и обратно хоть у меня и вес был это наверное килограмма 4 и тут килограмм 5 было но я не стала на автобус садиться думаю прогуляюсь ну вот что пенсионерам делать ну вот ну вот пошла прошлась разошлась сидишь компьютера у телефона что-то сделаешь опять телефон или поставлю аудиокнигу слушаю и чем-нибудь занимаюсь ну вот теперь буду баклажаны делать завтра сегодня уже не буду на ночь глядя вот а вчера делала я повидло повидло я до целый день вчера аж до ночи повидло яблочное повидло персиковое повидло сливовое вот немножечко осталось нектаринчик маленький никуда не влез он у меня помыла положила в холодильник сколько смогла покрошила это вот осталось капот сделала две банки ассорти ассорти там перстик яблоко слива вишни мороженое немножечко кинула у меня был пакетик неполный для цвета замороженная была вишня яблоки персики нектарин слива чернослив и вишня две двухлитровых сделала ну вот как то так чтобы тоже прям заготовки а вот как так празднику хоть открыть свое без е сироп сделала такой густой чтобы можно было его разбавлять а не просто вылить банки что там литр наверное сиропа и все а так можно наливать разбавлять кипяченой водой и пить как сок ну не утерпела сделала не хотела потому что все это как-то ну как сказать не продуктивно это не мясо и не картошка это балабство можно сказать тем более сейчас всю зиму есть в магазинах фрукты и овощи пожалуйста иди бери и делай но вот как-то я не смогла удержаться сделала все таки ну сейчас баклажаны делать вчера телевизор все-таки включила до того мне что-то интернет надоел вообще ничего интересного никто каждый снимает лишь бы снять вот видно что ну я что же так делаю но я не лишь бы снять неком настроение когда я что-то хочу сказать потому что они на деньги работали а у кого конечно нарастает нарастает подписчики просмотрите конечно заинтересованы ну понятно ничего здесь такого нет и вот видно вот просто наговорят наговорят раз отключи отключаются я уже привыкла уже почти никого не смотрю одну женщину с германии вот смотрю и все и включила вчера телевизор что-то управилась я с повидлом долго его надо вываривать часа два стояла над кота мешать надо все время бульки такие летят эти бульки брызгают так вот чтобы она прошлом году меня набрызгала тут что пришлось тут все затирать так я вот такую в прошлом году уже когда все сделано мне попалась такая крышка сетка это специально когда вот брызгает повидло потому что с тыквы еще хочу сделать сок все равно делаешь он же густой такой делаешь пастообразную и она пух 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 вот сюда он будет а не по всей кухне вот выручила она мне хорошо что уже поздно купила уже в ноябре где-то купила когда уже все сделала но надеялась что еще еще буду что-нибудь делать выручила ну вот управилась повидло поставила конечно я все холодильник баночки вот такое это с персиков она жидковатая это только так такие смазывать печенье и бисквит вот смазывать это не такое густое как яблочная яблочная она вообще ножом режешь как мармелад это пожежь из персиков так не будет там пиктина столько нет как яблоко а яблок немножко там но все равно персики же я вам показывала купила куда жить девать вот я решила наповеду так что вчера все-таки телевизор у меня супчик я супчик разогреваю и включила телевизор а там передача супер бабушки я так смеялась выбирают вот четыре бабушки они на заявки подавали чтобы на этот передачу вот четыре бабушки один сезон четыре бабушки другой сезон вот а потом они голосуют против друг друг против друга или как друг за друга или против друга и потом выясняется кто же победитель и так в каждой четверке потом с каждой четверки от победитель с победителем следующей четверки ну это невозможно смотреть есть бабушка 59 лет а есть бабушка 72 или там 70 я знаю одну пару и дело четверку и каждая уверяет что она супер бабушка ну как же можно сам себя говорить вот я супер бабушка да вот как как это можно одна бабушка значит доказать почему она не старта почему вы супер бабушка что так считаете на заявку подавала что она супер бабушка и чем-то аргументировала она говорит я рукодельница я и вышиваю я и бисер там вот эти сейчас по но то делают сидят тычут я не знаю это надо быть вообще такой монотонный труд он неведен это ноты некоторым вязание успокаивают а некоторых вязание раздражает поэтому на этом спорить не будем я и то делаю я это делаю свои подделки показывает там вязание какие-то и вот картины на танцы она ходит 70 лет бабушки как я другая говорит ну что это за ей отвечает что это мол что здесь такого это вы сидите вот занимаетесь своим делом причем здесь супер бабушка супер бабушка это когда что-то для внуков делает а вы с внуками занимаетесь друг друга спрашивают знаете кто как себя бабушкой ощущает ну конечно но я одна сказа запомнила я бабушка по вызову вот если меня попросят я прихожу и может дитем посижу или ко мне не принесут приведут я и накормлю я и то я и все общем я занимаюсь но я бабушка по вызову понятно у 2 спрашивают а вы почему считаете я супер бабушкой а я супер бабушка потому что я все время занимаюсь внуками и много показывают такого небольшого нас нишки с ним играет и снегу катаются и обнимаются и но как сказать но тут же камеры тут можно и снежик играть и танцевать и кормить и поить я не говорю что это не так но это же чтобы узнать какая бабушка по жизни надо камеру ставить на круглый год скрытую нет но бабушки конечно никогда не обидят внуков я ничего не говорю но тоже все время снежки играть и все время по головке гладить все время на поводу внука идти это же так тоже не воспитание это же тоже но она считает что она супер бабушка потому что нам на одной ноге с подростком а на книжке играет там все вот другой спрашиваю 3 а вы почему а я супер бабушка внук такой у нее 20 лет я вообще как она показывает с ним на одной волне и вот внук этот пришел со своими друзьями кто на барабане кто на гитаре ну как это рок рок группа и вот они там и она вышла и с ними вот так но она так себе реализует у нее муж умер и надо этого депрессия была и тут вот она как-то снуком они действительно близки и вот так как-то внук ее столу и она разрешает к ней домой приходить и вот это вот а он громкий же там врую там соседи ругались даже ну и не говорят что что такого-то супер бабушка ну смешно вы скачете просто хотите внуку показаться как своим другом или как и как называется братишка там это же не как мне не похоже что вы на одной волне и все остальные бабушки говорят но мы не поверим что это так вам прямо душе нравится бабушки тоже где-то к семидесяти годам 68 и 67 вот так вот он полненькие конечно все бабушки одна прямо молодая вообще вот такая вот бывшая предприниматель но она моложе всех но полнее всех в общем они ее забраковали что и говорят это что такое это безобразие раз одна бабушка да разве ж можно так разве ж можно так вы так громко это же даже не этично и что она просто угождает внуку лишь бы не потерять внука как не потерять ну вот чтобы чтобы даже она место им давала где можно играть в общем как всегда у нас в россии если один что-то делает второй начинает и его подкусывать и у другу четвертый спрашивают а вы почему считаете что супер бабушка она говорит а я свою внучку воспитываю будущее леди они живут значит дочка внучечка маленькая два годика и бабушка ну бабушки где-то там по моему 55 или сколько не знаю где-то так дочку показали и внучку эту маленькую и показывают у каждой квартиру каждой бабушки ходят и показывают какая квартира и вот этот бабушки которая леди хочет чтобы у него мучка была у неё съемная квартира все так скромно пришла эта дочка бабушка на нее сказала что дочка в другой раз не ночует приходит устраивать свою жизнь у нее с мужем она разошлась это нам устраивать свою жизнь в общем я посмотрела вот так насмеялась над каждой ну как я не смеялась что-то неплохие но они начнут вот о себе говорить и смешно что они сами себе так говорят что они именно правильно делают и вот эта последняя бабушка двухлетнюю внучку собой берет спа салоны в парикмахерскую значит дело наводит красоту внучку значит сапец планшетом с мультиками и и показывает как она внучка ей красит губы на играются так и она и значит внушает уже ты в леди будешь надо вот так вот такие ну и бабушки все кинулись на нее да ты что разве можно по салонам такую маленькую возить так же действительно и бактерии скопление людей столько и такую маханьку пусть привыкают сразу к салонам она говорит ну вот у каждого же свои тараканы то в голове и у каждой из из этих бабушек своя миссия как я так решила как прожить дальше все-таки на пенсии надо чем-то заняться надо чтобы у смысл жизни и внуков когда с ними показывают ведь камеры ставят же съемочная группа внуки все вот такие вот зажатые у них просто не односложно бабушка хорошая хорошая это как-то как сказать недостоверно это действительно только скрытой камеры можно узнать какая бабушка не груш там что-то подпольное узнать на сколько она время уделяет насколько она ее подожди поиграя что-то сделал или наоборот зацеловывает ее там круглыми сутками чтоб она и любила я имела это но они сказали то что хотели сказать поэтому тут выбрать бабушку и опять они каждый выбирает дает оценку той бабушки из четырех трое дают оценки одной бабушки потомки трое другое одной это же явно конкуренция разве она поставит высокую оценку то что она считает это неправильно вот я посмотрела и вот не знаю у нас это идет где-то днем где-то в три-четыре дня да вот может быть кто это посмотрите кому интересно против бабушек но я считаю было бы как-то правильнее что ли или показательнее наоборот собрать внуков но без бабушек вот тут каждая бабушка пусть предоставится их внуков там четверых пятерых у каждой может два у кого-то один и с ними вопросы им задавать и они должны чтобы не говорили а по лицу по улыбкам по глазам сразу будет видно кто какую бабушку любит и уважает или жалеет может быть чем-то помочь одна бабушка я не буду брать на ну не хочет ну ходить на дачу там покалывать надо ну такое как можно сказать что внук любит бабушку если он не хочет пойти и физически и там помочь но бабушка я сама не хочу на что она скажет и я бы так сказала позорить внука что же скажу я его прошу он сказал баба я не пойду я не хочу работать поэтому когда супер бабушка это должен сказать внук внучка ну не сама бабушка себя так представляет что она супер бабушка у каждого понятия об этой супер бабушки в деревнях раньше какие бабушки были они не ячили что они что-то для внука делать они кормили стряпали ватрушечки делали манку кашку делали омлетки провожали в школу встречались за школу но моё детство у меня когда не было бабушки а у кого были бабушки они так и ухаживали за внуками пока родители на работе ну правда ни одна бабушка я так подняла не получила любовь от внуков не получила они все равно чем-то до недовольны были вот она злая бабушка наша стражит она же не целует обнимает а говорит куда пошла востока приди или она там например что-то нам беда ходит она скажет отругает ее или там еще и раньше же и по царапу могли дать под попку какому ребенку это понравится и считалось что это само собой разумеющиеся что бабушки должна пахать делать варить стирать убирать нянчить и и никто не замечает это должна это делать что на бабушка а эти бабушки так себя прямо привозносят что вот они такие супер бабушки что они пошли поиграли с ребенком что они пошли с садика забрали но одна станцевала с внуком не определись не определись чтобы стать действительно бабушка бабушка которая кладет свою жизнь ради внука бывает из работы уходят есть такие бабушки унянчивают выучиваю и не каждый еще и и вознесет что какая моя бабушка ему казалось ему кажется что это так и должно быть ну вот я посмотрела посмеялась конечно моем понимание бабушка моем от понимания хоть у меня не было бабушки не было три годика она умирала я ее не помню но сестра жила с ней до восьми лет и такие концерты и закатывала и на пол падала ногами шлепала бабушка строгая была она когда насчет так вот капризничать сестра моя то я отправляла к родителям а то от родителей надо бабушка не надо там же строгая папа и мама строжат еще нас двое а тут она одна но я бы не сказала что после смерти и бабушки моя сестра часто посещала ее могилку сколько раз она приезжала в отпуск она на кладбище не ходила молодые были как-то да это видимо не было такого чтоб вот только когда уже наша мама умерла вот тогда она портреты поставила бабушки и вспоминает что бабушка меня любила наверно бабушка там за меня и защищается на небесах вот только на пенсии она стала бабушку вспоминать а так я не слышала не раду чтобы она верила какая бабушка только говорила тебя мама лучше любит чем меня а я бы до тебя бабушка так как любила я же не говорю я не завидую любила и радую и думаю надо же как хорошо повезло никогда не радовала не завидовала зависть это ж такое чувство ужасное во первых она очень наказуемая никогда не было зависти есть вот тут не хватает это да а зависти никогда даже в уме вот у меня мама воспитывала сестры сына и ну прям одевала кормила поила с ним жила одна спала на вообще вырастила до 30 лет можно сказать 30 лет вася была мама умерла но хоть бы раз я подумала что это ж надо вот сколько она и наших не обижала как какая возможность она и нашим также все купит и пришлет ну вася-то был с ней во первых он был как помощник ей как глоток воздуха для нее смысл жизни для нее был вот что для было для нее такая моя мама была я своей маме могу рассказать моя мама была очень добрым человеком независливым нежадным насколько я помню к ней без конца приходила соседка пила и ела у нее но мама никогда у нее не была и кружки чая не выпила никогда не когда к ней приходили ели и пили и мама встречала и сочувствовала когда жаловаться на своих мужей мама и не было такого хорошего мужа как у них отец выпивал они скандалили но она никогда никому не ходила чай пить и не жаловалась и вот так у него по жизни и чтобы она кому-то подло сделала и кого-то не угостила такого не было никогда и уехала она в биробиджан уже того поселка где она жила и примечала соседку которая у нее пила и ела а когда раз пришлось к этой соседке просто зайти не вовремя то муж этой соседки стал у негости были начальство и он стал выгонять маму вставляете он жене сказал чтобы мария васильевна ушла а соседка спасибо ей как говорится не совсем такая уж была просто она любила зачем где-то поплакаться где-то чаю попить за так но совсем совесть не было у нее потеряна как видать у ее мужа она даже драться взялась с этим мужем чтобы он не выгонял ее мама все равно ушла но факт то что они аж сцепились и катались дрались теперь мама уезжает в биробиджан сюда и живет вот с ниной в одной квартире и еще и вася потом родился и к маме с того поселка где жили вот эти вот любители чая мало того та соседка которая ходила все у нее чай пила еще ее и подруга потом и они ее в биробиджане нашли они биробиджан к ней ездили пили и ели мама уже была на пенсии я приезжал и горел мамыш молодая была вся сама так делаю ну чего ты их кормишь они в два раза богаче тебя они приходят с пустыми руками к тебе а ты яичница я приезжаю она яичница жарит вокруг садились садись угощает я громом они уйдут мам ты чё они тебе ходят конфетку принесли к чаю ой дочь да что мне эта конфетка что я не куплю что ли я же не могу но представь с одного села это как родственники ты понимаешь это как родственники у нее значит было это родственное чувство а те кто к ней бесплатно ходили ели и и догнали еще и биробиджане и продолжали к ней ходить и есть и пить приедут к своей дочке и идут вместе с дочками и с мужьями муж то потом приехал и вот тот муж который выгонял что неприлично у них гости высокопоставленная мама тут простой кассир пришла что ее садить с начальством вот пусть она уходит понимаешь мама это знала все ну так в открытую иди и он еще совести хватил пришел со своей дочкой к маме опять есть и пить и опять с голыми руками вставляете он уже забыл что он ее выгонял но он ее опять нашел здесь биробиджане и пришел я приехала я смотрю и он и дочка едят пьют я еще пирожков нажарила совести никакой а а мама уже давно забыла что они ее так обидели вот я своей маме рассказываю мне скрывать нечего она не пила она не лазила по пилотам только пользовались ей и все денег занять потом забыли что взяли она ведь с касса им занимала был такой случай никому не ходила чай пить у нее дверь не закрывалась сто один одна придет плачется чаем угощает мама то вторая потом уезжает она биробиджан и там они и достают даже тот кто и выгонял опять приходит с дочкой пить и есть у мамы представляете вот моя мама я могу я не стесняюсь ее она не пила на по каналам не лазила она не шлялась от мужа я не провез не было зло маленько конечно с мужем но он ее из роддома забирал и когда я рожала на руках в роддом ее отнес ну пьющий а пьющий уже мама не любила его честно сказать с ним спать поэтому она уходила вот ну пил по праздникам он не пил чтоб по 10 дней по полгода по праздникам от праздника мама не хотела чтоб он ее мучил когда мне взрослые рассказала вот моя мама почему я не могу я своих родителей говорю и не стесняюсь ни у кого она не съела ни кусочка не чаю чашки я какая была молодая я и ругала за это возмущалась просто мне казалось это внезительно мама они тебя ни за что ты зачем их опять привечаешь ты почему опять их сюда дочь ну вот пришли ну как я могу ну как вот и неля пришла в больницу надо ей я еще пошла и шуму ее чтобы с больницы забрать ее положили я несла и несла чтобы чуть она тяжелая видать была мутоновая и тогда только донюшка да что ж я буду всех это и все пользуюсь ее добротой еще одна семья приезжала но мама они к ним там в поселке не ходили просто здесь пришли раз к ней в гости узнали что она здесь но она рада была встретила и их и жила и вы были у нее в гостях и так она столы всегда все она на одной пенсии еще и внука растила и одевала и обувала внука хоть не на тоже не в стороне была но денег другой в 90-е же были в 90-е прошли они и в 80-е в 80-е еще мало-мало жили а в 90-е и шли к ней она всех поела кормила и я так же как дурочка как дурочка такая же даешь кормишь чувствуешь что это жалко человека что он никчемный что он не может себе даже не то что там хлеба блинчика печь не знает даже как всю жизнь прожили и ничего не знаю и мне жалко все равно и я несу то одно то второе стараюсь помочь мне жену тоже не лишнее но я не могу не поделиться ну как это я дают сначала стесняются когда даешь потом привыкают потом когда не даешь обижаются а потом злятся и делают подлянку так что мне нечего стыдиться чего мне стыдиться у нас отец пойдет и огород скопает и картошку выкопать и на покос ездил когда коровы были все единственное он выпивал по праздникам мама старалась уйти чтобы он ее чтобы с ним не ночевать на одной постели вот единственное а так и с роддома встретит и с нами играет я помню он меня на санке садил и собаку запрягал и за нас за всех заступится ну вот только что вот эта выпивка так что я своих родителей рассказываю и ничего я не боюсь я не могу фамилии могу назвать и рассказываю все что я знаю я все рассказываю мне стесняться нечего я не могу только подноготную подноготную совсем уже рассказывать такие вот вещи ну знаете как мы с подушками когда разговариваем мы же можем как с женщинами вот ну которые близки такие которые несколько лет допустим дружишь но 12 лет я вот с Катей дружу я могу ей все рассказать а суда рассказывать у меня нет таких там друзей чтобы я это могла рассказывать а общее общее понятие о чести о совести о чувстве сострадания подельчивости жалости почему не рассказать это правда вот как-то так разошлась всем пока ну заходите я так разошлась то ничего страшного я не могу это